Русский ребенок без места в детском саду, а мигрант уже в группе. Начался учебный год, а в России снова бушуют страсти вокруг миграции. Мать шестерых детей, не сумевшая устроить свою дочь в садик из-за места, занятого ребенком мигранта, рассказала свою историю, и интернет взорвался. Места в детском саду не хватило для дочери Вари, потому что его отдали Мустафе, у них детей больше. В этом видео мы разберемся, почему так происходит, Сколько денег тратит Россия на мигрантов, и что думают сами мигранты? Начало учебного года в России ознаменовалось острым общественным резонансом, вызванным одной из наиболее острых проблем современности – доступностью качественного образования. В центре внимания общественности оказалось распределение мест в дошкольных и школьных учреждениях. Многих родителей возмущает сложившаяся практика, при которой, по их мнению, дети мигрантов получают преимущество при зачислении в ущерб российским детям. Такая ситуация вызывает серьезные опасения и вопросы о справедливости и перспективах развития страны. История многодетной матери, которой не удалось определить свою младшую дочь в детский сад, лишь усугубила накал страстей. Место, которого она так долго ждала, досталось ребенку мигранта – Мустафе. Второй год подряд я не могу добиться места в детском саду для своей дочери. А Мустафа, который практически не владеет русским языком, уже зачислен. И так происходит постоянно. До каких пор мои дети будут лишены возможности посещать детский сад из-за того, что государство оказывает преференции тем, кто только и делает, что увеличивает рождаемость, не заботясь о трудоустройстве? Мустафу приняли, а моей дочери места нет. Возмущается мать Вари. Эта история, получившая широкую огласку в социальных сетях, спровоцировала бурную реакцию пользователей и стала символом растущего недовольства. Рассказ матери обращает внимание не только на проблемы нехватки мест в детских садах, но и на социальные аспекты. Женщина указывает на то, что мать Мустафы не работает и не предпринимает попыток интеграции в российское общество. Теперь моим детям придется сидеть дома, потому что в группе уже нет свободных мест. И это проблема не одной конкретной школы или детского сада, а системный сбой. Мы вынуждены стоять в очередях, давать взятки, искать лазейки, чтобы просто обеспечить своим детям достойное образование. Негодует мать Вари. Необходимо осознавать, что проблема не ограничивается простым противостоянием русских иммигрантов. Ситуация значительно глубже и многоаспектнее. Мы проживаем в своей стране, но нередко ощущаем себя здесь чужаками. Наши дети сталкиваются с дефицитом мест в детских садах, а в школах вынуждены учиться в окружении сверстников, не владеющих русским языком. При этом представители власти игнорируют эту проблему. Мы рискуем столкнуться с деградацией системы образования, если не пересмотрим миграционную политику. Мигрантам необходимо создавать все условия для успешной интеграции в российское общество, а не допускать формирование изолированных диаспор в учебных заведениях, заявила женщина. На мой взгляд, мигранты представляют собой существенную нагрузку на бюджет российских налогоплательщиков. Депутат Государственной Думы Михаил Матвеев провел анализ и выяснил, какие суммы были выделены из российского бюджета на нужды иностранцев за последние годы. Как оказалось, практически каждый регион в среднем ежегодно тратит на лечение и оказание экстренной медицинской помощи мигрантам и членам их семей порядка 40 миллионов рублей. За период с 2018 года по июнь 2024 года из региональных бюджетов было потрачено свыше 60 миллиардов рублей на предоставление медицинской помощи мигрантам, не имеющим полисов обязательного медицинского страхования. При этом 69% от общей суммы, что составляет более 42 миллиардов рублей, пришлось на Москву. Среди лидеров по объему затрат также значится Санкт-Петербург более 4 миллиардов рублей. Ханты-Мансийский автономный округ 2 миллиарда рублей, Курганская область почти 2 миллиарда рублей и Красноярский край свыше 1 миллиарда рублей. Парадоксальность ситуации заключается в том, что наличие полиса ОМС является обязательным для граждан России, в то время как для иностранных граждан это требование не действует. В случае возникновения проблем со здоровьем у мигранта, медицинская помощь ему будет оказана за счет средств региональных бюджетов. Это касается не только бытовых травм, отравлений и подобных случаев, но и родовспоможения многие женщины целенаправленно приезжают рожать в Россию из стран Средней Азии, злоупотребляя доступностью отечественной системы здравоохранения. Для понимания масштабов расходования средств, объем безвозмездных поступлений из федерального и областного бюджетов в городской бюджет города Иваново на текущий год составит 7,145 миллиардов рублей. Это практически сопоставимо с суммой, которую Москва ежегодно тратит на медицинскую помощь мигрантам. Все эти средства могли быть направлены на повышение качества жизни в российском городе, с богатой историей, но вместо этого были потрачены на помощь тем, кто по справедливости должен самостоятельно оплачивать свое медицинское обслуживание. По информации депутата, только Красноярский край в период пандемии израсходовал на иностранцев 155 миллионов рублей. После завершения пандемии эта сумма уменьшилась на 13 миллионов рублей, но все равно остается значительной, учитывая постоянный рост числа мигрантов, стремящихся переехать в Россию. Политик предположил, что лечение приезжих в текущем году обойдется бюджету края в 124 миллиона рублей. Рост расходов наблюдается и в других регионах. Михаил Матвеев считается одним из авторов так называемых мигрантских законопроектов, что не осталось незамеченным в республиках, откуда в Россию прибывает наибольшее количество граждан. Например, в прошлом году ведущее таджикское издание «Азия плюс» опубликовало подробное досье на российского политика, назвав его депутатом, разработавшим несколько антимигрантских инициатив. При этом подчеркивалось, что Матвеев уделяет много внимания именно таджикистанцам, и большинство его законодательных инициатив касаются граждан Таджикистана. Издание напомнило Матвееву его инициативу о создании таджикских батальонов в контексте заявления о недостаточном призыве выходцев из Средней Азии в рамках мобилизации. Также была упомянута его фраза, прозвучавшая после внесения в Государственную Думу законопроекта о лишении российского гражданства за уклонение от военной службы новоиспеченных россиян из числа мигрантов. Не обошли стороной и высказывание Матвеева о том, что иностранцы стремятся получить российское гражданство, чтобы эксплуатировать Россию как дойную корову. Предложение лишать гражданства не только уклонившихся от службы в армии, но и всех членов их семей вызвало особое возмущение у издания. Матвеев назвал идиотом или врагом России того, кто лоббировал закон о двойном гражданстве России и Таджикистана. Но особенно острые критики со стороны издания «Азия плюс» подвергся комментарий Матвеева каналу «Живая Средняя Азия» о запрете на ношение бород в Таджикистане. Депутат заявил, что граждане Таджикистана приезжают в Россию не только ради учебы, но и для того, чтобы демонстрировать свои радикальные исламские взгляды. Недавно в защиту таджиков, проживающих в России, это же издание опубликовало статью со ссылкой на исследование Министерства здравоохранения Таджикистана. Суть материала сводится к тому, что жизнь и работа в России негативно сказываются на здоровье граждан Таджикистана. Специалисты Таджикского медицинского ведомства утверждают, что наблюдается рост числа ВИЧ-инфицированных, больных туберкулезом, а дискриминация приводит к увеличению количества нервных заболеваний. Однако, несмотря на подобные страшилки, поток мигрантов не уменьшился. Меня очень раздражают призывы не раздувать миграционную тему. При этом очевидно, как ее пытаются замять. Почему вопрос миграции сегодня вызывает наибольшее раздражение? Потому что государство на протяжении уже многих лет игнорирует эту проблему. Люди настойчиво и единодушно высказываются за закрытие границ со странами Средней Азии на протяжении более 20 лет. И все эти годы их требования игнорируются. На любые другие запросы общества власть рано или поздно под давлением или из страха начинает реагировать. Но на требования ограничить импорт чуждой культуры она упорно не отвечает. С августа были предприняты кое-какие попытки. Когда недовольство населения в очередной раз достигло пика, власть начала предпринимать какие-то действия. Были проведены задержания коррупционеров, выдававших российское гражданство. Начались рейды. Ужесточились правила выдачи материнского капитала. И что в итоге? Арестовали несколько чиновников в ФМС, которые выдавали разрешения и паспорта десяткам, а то и сотням тысяч мигрантов. И что дальше? Где эти депортированные сотни тысяч мигрантов? Где уголовные дела на всех участников коррупционных схем? Где посадки бизнесменов, которые заказывали эти документы для дешевой рабочей силы? Согласно результатам опроса, проведенного специалистами, 80% граждан считают, что в их регионах проживает слишком много мигрантов. Недовольство среди местного населения растет. И это уже свершившийся факт. Наиболее остро ситуацию воспринимают респонденты из четырех профессий. Транспорта и логистики. 92% автобизнеса. 91% безопасности. 89% строительства. 85%. Именно в этих сферах, как правило, работают мигранты. Поэтому и уровень недовольства ими в этих отраслях выше. При этом только 12% респондентов считают количество трудовых мигрантов в стране приемлемым, а 4% полагают, что их число нужно увеличить. Почти две трети опрошенных 62% заявили, что трудовая миграция оказывает негативное влияние на российские регионы. Эти данные свидетельствуют о растущем недовольстве общества миграцией и ее воздействием на социально-экономическую обстановку в стране. Министерство труда взялось за систему патентов и предлагает реформировать существующую систему привлечения мигрантов. Ведомство совместно с МВД разрабатывает новые подходы к организации миграции, поскольку свободное перемещение и длительный поиск работодателя с неопределенными условиями трудоустройства – это ненормально. Также стоит отметить, что законодательство в целом начинает ужесточаться, и на рассмотрении в Государственной Думе находится как минимум пять законопроектов, направленных против нелегальной миграции. Тот факт, что данная проблема озвучена на уровне вице-премьера, подтверждает – прежнего отношения к миграции больше не будет. Хочется верить, что наступил переломный момент, и российские граждане смогут получить приоритет во всем на территории своей страны – и в вопросах трудоустройства, и в сфере безопасности, и в предоставлении льгот. В то же время, критика со стороны властей Таджикистана, Узбекистана и Киргизии в адрес якобы чрезмерно жестких мер в отношении граждан этих стран лишь подтверждает печальную истину. За долгие годы приезжие из этих республик стали чувствовать себя в российских городах не гостями, а практически хозяевами. Полумерами здесь уже не обойтись. Несмотря на недовольство с их стороны, сейчас самое время пойти еще дальше – ликвидировать порочную систему патентов, при которой мигрант въезжает в Россию вообще без конкретного места работы. Если нам не хватает рабочих рук, мы должны полностью перейти на систему организованного набора. Мигранты должны получать право въезда только к конкретному работодателю. Именно этот работодатель должен нести солидарную ответственность за их действия.